Делегация из Архангельска Сегодня в Котласе с визитом находится делегация из Архангельска, заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков, руководитель областного агентства по спорту Андрей Багрецов и начальник отдела по патриотическому. Воспитанию министерства по делам молодежи и спорта Иван Жернаков. За день успели многое – встречи, посещение объектов спорта и культуры. Первый объект, который посетили гости из Архангельска – Дом спорта в поселке Вычегодский. Его железнодорожники на безвозмездной основе передали Котласу в прошлом году. А где у вас спортсмены и боксеры? Боксеры часть здесь арендуют? Среди населения Вычегодского Дом спорта пользуется огромной популярностью. Сейчас из Дю США здесь работают три тренера и ребята имеют возможность посещать занятия бесплатно. Само здание в общем неплохое, но есть проблемы и если не решить их в ближайшее время, они станут для учреждения фатальными. В свое время были нарушены грунтовые воды в связи с застройкой поселка. Грунтовые воды начали отмывать подвал, как бы оно внутри красиво не выглядело. Сегодня его цокольная часть – это подвал, но в очень внутреннем состоянии. Была экспертная комиссия, она сказала, что если в течение пяти лет не будут приняты какие-то решения, то уже можно будет осматривать его в каком-то сокращении или закрытии данного объекта. Сам неприглядный подвал гости из министерства, конечно, не увидели, зато по другим помещениям прогулялись. Тренажерный зал, зал, где занимаются пауэрлифтеры, были и на уличной территории. Дистанция 10 километров, чтобы только лыжником нарезать. Жалко, что в основном все равнино. И рельефов не так много. В планах заместителя губернатора Архангельской области Сергея Пивкова объехать все муниципалитеты области и оценить их по своему профилю. Это спорт, молодежная политика и патриотическое воспитание. В должность он вступил совсем недавно и теперь знакомится с регионом. Здесь тоже в Ильичготском посмотрели. Очень добротное здание передано РЖД в пользование муниципалитета. Конечно же, его нужно довести до ума. Это территория, которую мы сегодня видим. Я тоже довести до ума. Я думаю, все это по силам и совместным усилиям. Это, конечно же, в перспективе должны сделать. Но каким образом? Деньги выделяются? Или это попадание в какие-то программы? Это что? Разные способы есть. Можно и попасть в программы, в конкурсы. Сегодня город Котлас показывает очень хорошую активность попадания, участие в разных наших конкурсах. И, конечно же, есть индивидуальный подход. Мы тоже будем это оценивать. Есть понятие резервного фонда губернатора и правительства Архангельской области. Есть определенные наши возможности. Поэтому мы здесь будем отсматривать. Еще один объект, который посетили гости из министерства – открывшееся недавно молодежное пространство «Четыре комнаты». Почитать книжку. То есть, такая же у нас остановка. Закрываются шторочки. И ты такой попадаешь в свой индивидуальный мир. Помимо этих объектов, делегация побывала на стадионе «Локомотив» в Центре дополнительного образования, а также провела встречу с главами Котласа и Котласского района. Сергей Пивков отметил, что в плане вовлеченности котлашан в занятия спортом показатели у нас хорошие. 47% отметился наш город и в плане движения добровольцев. Мы все наладили по поводу и винармии, и по поводу волонтерского движения здесь. Будем говорить, что Котлас в волонтерском движении у нас один из первых областей наравне с Северодвинском. Если в Котласе дела со спортом обстоят неплохо, то Котласский район среди отстающих заниматься там не всегда. Да, есть, где страдает и кадровый вопрос. На сегодняшний день у меня в администрации Котласского района полностью оголен уже второй месяц отдел по физкультуре и спорту. Заведующий уволился и ведущий специалист. Работа, она такая, серьезно разъездная, и в выходные дни Котласский район очень такой у нас разбросанный. И вторая проблема – это заработная плата. На сегодняшний день я предлагаю ведущему специалисту максимальное к начисленню 22 980 рублей на руки 20 тысяч. Обсудить насущные проблемы и пути их решения – цель визита в Котлас представительной делегации. Итог сегодняшней встречи – по крайней мере налаживание контактов. Сотрудничать же Сергей Пивков со своей стороны пообещал плотно. Котлашане отказались от бесплатных уличных точек доступа Wi-Fi в городе. Голосование проходило в официальной группе администрации Котласа ВКонтакте и завершилось накануне. В голосовании приняли участие 1103 человека. Более половины высказались против того, чтобы в городе в одной из предложенных точек появился бесплатный интернет. А варианты предлагались следующие. Детский городок на Кирово. Площадка на пересечении улиц Карла Маркса и Урицкого. Лыжи, роллерная трасса и Двинопарк. Некоторые котлашане под постом с голосованием аргументировали свою позицию. Они против того, чтобы в общественных местах был открытый доступ к социальным сетям и развлекательным сайтам. А что думают об этом люди на улицах? Не у всех есть возможность интернет иметь всегда на телефоне. Опрашивали людей в основном старше лет 30-40. Если бы спросили более молодое поколение, то ответ был бы немного другой. Молодежи нужны? Молодежи нужны очень. Они бегают всегда в торговые центры, где Wi-Fi. И они топятся здесь. А так в парке-то они там и на воздухе свежем, и нормально. Так-то нужен молодежь. Довольно будет. А это уже никуда не денешь. В яне времени. Как быть-то? Я не знаю. Сейчас без этого никак. Извините, никак. Так что нужен. Почему не нужен-то? Сейчас люди постарше все-таки думают, что молодежи будут лучше без интернета. Поэтому думаю так. Тогда я не понимаю, почему против. Может, потому что молодежь не сидела так много в телефонах? Раз и работа сидеть. В любом случае. Они будут платно сидеть. У всех безлимитный Wi-Fi. Ну, это интернет. Без разницы. Пока вопрос с уличными точками доступа к бесплатному интернету в Котласе закрыт. Идея не получила поддержки населения при голосовании. Оборудовать общественные территории открытым Wi-Fi не будут. В Центре дополнительного образования плотно занялись темой раздельного сбора мусора и организовали экологический отряд. Как функционирует детское объединение и какие главные задачи ставит. Об этом наш следующий сюжет. Детскому экологическому отряду «Экопро» на базе общественной организации «Шаг вперед» чуть больше года. Все это время здесь на занятиях ребята учатся бережному отношению к природе, узнают, почему важно и нужно экономить воду и электроэнергию. Организуют сбор макулатуры. С 2019 года, когда в муниципальные образовательные организации стали поступать вот такие пластиковые контейнеры, экологический отряд СДО решили плотно заняться пропагандой раздельного сбора мусора. Начать решили с себя. Нужно же, чтобы в каждом кабинете был налажен раздельный сбор мусора. Поэтому сделали их из коробок, обыкновенных картонных коробок, обклеили их, промаркировали красные и синие ленты, наклеили где пластик, где бумага и начали учить и детей, и педагогов, как надо все правильно делать. Изначально правильно пользовались контейнерами единицы. После проведенных бесед нарушителей экологического порядка стало меньше. Бутылку из-под воды в контейнеры для бумаги сейчас уже и не увидишь. Мы и так уже очень большой ущерб нанесли природе. И если не останавливаться, то можно совсем ее покупить. Поэтому важно остановиться, в конце концов, и начать что-то делать. Я своим одноклассникам рассказываю, у нас же в школе тоже стоят контейнеры. Я говорю, что вот сюда нужно складывать, сюда. Раздельный сбор мусора настолько увлек ребят, что они даже начали приучать к этому своих домашних. Вместе готовят отходы к утилизации. Как родители отреагировали на то, что ты хочешь так? Сначала они были против, якобы это много места занимает в квартире и другие причины. Но я все равно продолжала этим заниматься. Я, например, мою сначала какие-то баночки и потом сушу их и складываю отдельно. Мягкий пластик, твердый пластик. Бумага тоже делится на офисную, глянцевую, на тетрадные листы. И так у меня дома они и хранятся на балконе. А позже сортированную, торсырье отсортированное я приношу уже сюда, в СДО. Сама сортировка мусора у нас происходит по мере накопления. У нас получается раз в месяц мы это делаем. То есть мы делаем картон, бумага и отдельно пластик, пэт-бутылки и уже остальное все. Вот. И потом уже развозим тем сборщикам вторсырья, которые принимают. На полученные средства в кабинетах СДО картонные коробки заменили на современные пластиковые. Не только сбором и сортировкой мусора занимаются в экологическом отряде «Экопро». Ребята участвуют в различных флешмобах, губернаторских проектах, викторинах и конкурсах. Вот совершенно недавно мы приняли участие в проекте «Экологическое движение. Делай молодежное». Экологическое движение. Они сделали такой всероссийский проект, конкурс «Экопоколение». И вот в течение двух недель нам каждый день давалось задание. Мы его выполняли, выкладывали вконтакте посты под определенными хэштегами. Там был соревновательный момент, то есть были призы за первые 10 мест. Очень интересные задания, которые тоже развивают, что-то дают новое узнать. Ну и итогом оказалось, что Соня у меня заняла первое место, а я – десятое. А вот это информационные стенды, которые закреплены за экологическим отрядом. Периодически стенды дорабатываются и обновляются. Здесь можно прочитать о опасной для природы электроэнергии, различные факты о нашей планете, про комнатное растение, про самую закрепленную точку нашей планеты. А на этом стенде я готовила информацию про то, как и сколько предлагаются некоторые вещи. У экологического отряда большие планы на будущее. Например, организовывать обучающие экскурсии на перерабатывающие предприятия. Кроме этого, руководителем «Экопро» Софьи Малиновской написаны два проекта по развитию экологического просвещения и воспитания юных котлашан. Стройка, ремонт, забор и крыша. С магазином «Мегастрой» это легко. От шурупа до кровли и профнастила, панели ПВХ, красок и линолеума. Здесь найдется все необходимое. И даже товары для сада и огорода. «Мегастрой» – все для любимого дома. Котлас Невского 6. Семеновский в Котласе и Коряжме. Супермаркеты «Адмирал», «Невский» и «Находка». Продолжаем. В первые дни марта в Котласе вновь зафиксирован всплеск удаленных преступлений. 3 марта в полицию обратился пенсионер Исольевич Годской. Ему на телефон позвонил сотрудник банка и предложил понизить ставку по кредитной карте. Для этого требовалось продиктовать данные карты и сообщить коды, которые придут в СМС-сообщении, что и сделал потерпевший, после чего у него списали 35 тысяч рублей. 6 марта 45-летний местный житель рассказал сотрудникам полиции, что 24 февраля на одном из сайтов сети интернет заказал себе видеорегистратор стоимостью 2800 рублей, но получив посылку, мужчина обнаружил в ней не то, что ожидал. Вместо новенького видеорегистратора там была вязаная кофта. По данному факту проводится проверка. 7 марта в полицию обратился 43-летний Катлашанин. Он сообщил полицейским, что с его участка дома по улице Макаренко похищены пять радиаторов от разных автомобилей, запчасти и две металлические бочки. По горячим следам были задержаны двое подозреваемых. Выяснилось, что когда у них закончилось спиртное, они, зная, что в данном доме хозяева проживают непостоянно, решились на кражу. Подозреваемые во всем сознались и написали явки с повинной. Ломоносовский районный суд Архангельска отправил под арест на два месяца бывшего мэра города Котласа Андрея Бранина. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Напомним, следствие подозревает бывшего главу города в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Бывшего чиновника задержали в Москве 5 марта при поддержке ФСБ и доставили в Архангельск. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной вазы. Следствие, добавим, ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО. Субботу на диване – это не про них. На каток стадиона «Локомотив» 6 марта вышли сотни катлашан – любители конькобежной скорости самых разных возрастов, чтобы принять участие в массовых стартах соревнований «Лед надежды нашей». Репортаж с места событий. «На старт! Внимание! Парш! Парши по своей дорожке!» Любом на коньках, кто быстрее, кто медленнее, первыми на старт вышли бесстрашные ученики первых и вторых классов. Без падений не обошлось, но ребята вставали и катились дальше. Верника Маринкова впервые попробовала свои силы в настоящих соревнованиях. На открытом льду она преодолела дистанцию в 50 метров, а встала на коньки второклассницы всего пару лет назад. Изначально я все падала, а под конец, когда мы уже начали уходить с катка, у меня уже стало получаться. Всероссийские соревнования «Лед надежды нашей» в Котласе проводятся уже второй раз. Пока для участников старше 7 лет. «Это первые и вторые классы, третьи и пятые классы, шестые, восьмые, девятые, одиннадцатые и две группы уже взрослого населения, это 18-39 лет и 40 плюс». У Котлашан катание на льду – один из любимых зимних видов спорта. Так что примчаться первым в рамках состязаний – заветное желание многих ребят. «Очень страшно было, там просто 166 номер меня почти обогнал. Но в итоге я все-таки первый приехал». История соревнований «Лед надежды нашей» началась еще в советские времена. Славная спортивная традиция сейчас успешно подхвачена. Всероссийские конкобежные старты проходят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». «Раньше хоккеем занимался, здесь в дворовой команде на Кедрово. И потихоньку всех детей приучил к конькам. Вот и очень недоволен, что тут начали устраивать такие соревнования ледовые. И вот всех-всех селняют, бегают». Если дети преодолевали дистанцию в 50 метров, то старшеклассники и взрослые – 100 и 500 метров. Каждый участник получил памятный подарок и, главное, огромный заряд бодрости. Лиминские рукодельницы серебряного возраста в честь наступившего праздника 8 марта наконец решились показать всем свое творчество. Долгими зимними вечерами женщины-лиминды времени зря не теряли. Результат их творческой работы представлен на выставке «Тепло женских рук». «На выставке они представили вязание, лоскутное шитье, плетение из нитей и работы из бумаги». В коллективе «Мир увлечений» занимаются исключительно женщины пенсионного возраста. Их руководитель – Галина Суханова. Например, вот этот белый нежный ангел с букетом цветов. Выполнен он в технике ажурной вязки крючком. Изделие накрахмалено. Это помогает держать форму и быть устойчивым. Фигурка прекрасно впишется в любой интерьер. Вот, например, здесь видно, что Кузнецова Надежда Ивановна выполнила большое количество работ. И, скорее всего, она готовила подарки для своих дорогих и близких. Как раз, наверное, к празднику. А вот легкий ажурный шарф. С его помощью можно завершить или разнообразить любой весенний образ. Он такой современный, интересный. Надо вот так вот положить, чтобы лучше было видно. А эта чашка-кашпо сплетена из газетных трубочек, покрашена и покрыта лаком. В ней можно хранить фрукты или поместить горшок с комнатными цветами. Да, вот такой кармашек. Скорее всего, да, в прихожую, которым можно именно пользоваться в быту. Такой интересный карман-сава. Все это только малая часть красоты, которую своими руками создали лиминские женщины. Выставка, где можно увидеть все работы, откроется в Лиминском доме культуры 8 марта. Звездная гостья накануне выступила в Котловском ДК. Единственный концерт дала певица Рада Рай. Многократная обладательница премии «Шансон года», любимая многими, исполнительница, яркая, обворожительная певица Рада Рай. Выступила 8 марта в Котловском дворце культуры с сольной программой «Территория любви». Ее зажигательные композиции зрители, по большей части представительницы прекрасного пола, приняли очень горячо. И это неудивительно, ведь для кого-то билет на концерт певицы стал прекрасным подарком к празднику. Песню «Ты лети, моя душа Рада Рай исполнила на бис». Зрители не хотели отпускать певицу со сцены. Спасибо, с праздником! Удачи! До новых встреч! Ура! Следующие гости посетят наш город уже через две недели. Северный русский народный хор выступит в Котловском дворце культуры с премьерной программой. Она приурочена к 95-летию создания коллектива. По всем вопросам можно обращаться по телефону, который сейчас на экране. Ушла из жизни Коптяева Тамара Витальевна. Замечательный человек, любимая мама и бабушка, прекрасный педагог. Тамару Витальевну очень уважали и ценили коллеги. Она воспитала не одно поколение учеников, которым она привила большую любовь к литературе. Прощание с Коптяевой Тамарой Витальевной состоится 10 марта с 12 до 13 часов в ритуальном зале Котловской центральной городской больницы. И это все на сегодня. Далее прогноз погоды, блок полезной информации. Всего хорошего, до завтра! 11 марта в ДК города Котловс, 12 в ДК города Коряжма состоится выставка распродажа «Конфискат». Успейте приобрести товар со скидками до 30%. Ну и что это за побрякушки? Это твои новые сотрудники. ТНТ представляет. Первый. Комедийный сериал. Про полицейских. Девушек полицейских. Прикольно, девчонки. Кухонные зианы. Красивые и бесполезные. И их начальника. Ты, конечно, их в макаровские дебильные шутки научилась копировать, а вот врать вообще нет. Так что не смешно. А мне кажется, забавно. Девушки с Макаровым. С 9 марта в 8 вечера на ТНТ. А ваша одежда готова к весне? Химчистка «Лавандерия Ка» поможет привести ваши вещи в порядок и подарит скидку 15% на чистку верхней одежды каждому. «Лавандерия Ка» на Болтинском шоссе 8. В среду 10 марта в Кутласе утром будет ясная погода. Днем небо затянет облаками. В дневные часы осадки маловероятны. Снег ожидается поздно вечером. Температура воздуха днем минус 15 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Редактор субтитров А.Семкин